Всем привет, это FreeStudio21.com. Продолжаем разбирать Gateway B2 Plus, пятая часть. И перед нами задание. Speaking. Read the text and write three emphatic sentences to give your opinion of the news. Значит, маленький какой-то там отрывочек из новостей. Нужно написать three emphatic sentences. Значит, три предложения с фразовым выделением. Что-нибудь выделить и, в общем, сказать, что мне понравилось там и все такое. Итак, для начала читаем, о чем идет речь. Итак, правительство собирается потратить 30 тысяч фунтов. Стерлингов на план, по которому, скажем так, государственные чиновники будут посещать дома людей и давать советы, как готовить еду из остатков той еды, которая осталась от предыдущих обедов, ужинов и так далее. Значит, совершенно очевидно, что каждое домохозяйство в Британии выбрасывает очень много продуктов, которые могут быть еще как-то приготовлены и съедены. Если госчиновники посетят, если бы, вернее, госчиновники посетили все 25 миллионов домов в Соединенном Королевстве, правительству пришлось бы нанять 8 тысяч людей, и это бы стоило десятки миллионов фунтов. Итак, первое, если мне нужно сочинить three emphatic sentences, значит, мне нужно сначала найти объект, который я хочу выделить, и вообще, что мне здесь задело, что меня здесь заинтересовало. Итак, значит, expand a plan where officials will visit to give advice, значит, первое, я сначала напишу план, что я буду выделять, а потом уже буду сочинять предложение. Советую вам делать точно так же, потому что если вы возьмете одно предложение и будете из него делать emphasis, ну, возможно, вам повезет, и у вас все будет хорошо. А с другой стороны, лучше всего ориентироваться на общий смысл, всего абзаца. У вас может быть так, что часть мысли вы возьмете изначала, а продолжение вашей мысли будет где-то посередине. И вот, допустим, значит, общая мысль такая, что есть план, в соответствии с которым нужно будет экономить там продукты питания, дабы они не выбрасывались на помойку. Итак, значит, government plan, government, вот так вот, план правительства, government plan, а так, значит, чего там, to save the food, ну, что-то в этом духе. Или, значит, я могу сказать, что, ну, правительство озабочено, значит, government, я тут еще уточню, the government, government is concerned, вот, значит, правительство озабочено тем объемом еды, продуктов, которые выбрасываются. Concerned, так, about, about, так, мне лень все это писать, я вот тут вот, вот оно, lots of food which could be reserved и так далее, и так далее. Вот, короче говоря, меня интересует вот это вот предложение, вот это все, значит, вот это вот, вот здесь я буду чего-то выделять. Ладно, это будет первое. Теперь посмотрим, что бы я еще выделила. Значит, меня, допустим, шокировало, что нужно было бы нанять, the government would need to employ 8000 officials. Вот это меня возмущает. Значит, если здесь я, допустим, одобряю, здесь одобрям, то здесь меня будет это возмущать, и я хочу это показать. Значит, значит, they, they need to employ 8000 people. Окей, значит, это будет второе мое предложение. Далее. Что мне здесь еще не понравилось? Мне не понравилось также то, что that would cost tens of millions of pounds. Естественно, кому такое понравится? Значит, это будет стоить огромных денег. Поэтому, значит, вот это у меня тоже будет еще одно предложение, которое мне не понравилось. Значит, здесь я буду emphasis делать, что мне что-то не понравилось. Далее. Ну и, допустим, для равновесия я хочу еще чего-нибудь позитивное здесь найти. Ну, скажем, так, даже не знаю, что бы такое здесь позитивное найти. Тут так много всего позитивного. Так, ну, скажем, ну ладно, я возьму в общем. Значит, в общем, тут I agree, так, это примерно I agree with the idea, скажем так, but I disapprove the methods. Вот что-то в этом духе. Я сейчас это оформлю, красиво сделаем предложение. The methods. Значит, я согласна с идеей, но мне не нравятся методы. Итак, у меня будет два как бы позитивных предложения, два негативных, на одну больше, чем нам задали, но это не важно. Speaking, это speaking, и поэтому нужно быть немножечко спонтанным. Итак, первое. Значит, первое, что меня заинтересовало, что правительство озаботилось количеством, значит, выбрасываемых продуктов. Вот, значит, что меня заинтересовало. О, вот так я и начну, я так и начну. What, что меня и заинтересовало, ибо это emphasis, и мне сразу надо с первых же слов показать, что я здесь, мое отношение даже к этому, не просто там чего-то. А если здесь, допустим, текст более-менее нейтральный, то я его сделаю эмоциональнее. What interested me about, значит, что заинтересовало меня в правительственном плане, вот оно, вот этот правительственный план. In, значит, нет, не in, interested me, in, ну хотя in, в принципе, значит, in the government's, о, так вот, in the government's, means, in the government's plan. Then, значит, дальше, что мне надо сделать? Дальше у меня будет работать такая схема. Значит, если я поставила здесь what, дальше мне придется поставить is. It's, это правило такой структуры, если я говорю what, дальше я говорю, что там меня заинтересовало, затронуло, возмутило и так далее, и так далее. Дальше мне надо поставить is, и дальше мне нужно будет поставить that, обязательно. А вот теперь, что же именно меня заинтересовало? Что их, что они озабочены там проблемой отбросов и так далее, и так далее, ну что-то в этом роде. Is that they, это в смысле правительства, значит, concern, я не буду писать о concerns, я хочу, да и concern, пусть будет так. Concern about, значит, about the problem, их заботит проблема, problem of wasted food, of wasted, food, значит, выбрасываем их на помойку продуктов питания, там можно дописать throughout the country или all over the country. Вот мое первое предложение, готово. У меня есть emphasis, все как надо, так, country, sorry, it's not country, вот таким образом, есть. Теперь далее, второе, 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 то, что им нужно нанять целую армию чиновников для этого, и это меня что, мне это, допустим, непонятно, я не понимаю, зачем нужно такое количество людей. Я так и напишу, значит, чего я и не понимаю, я опять начну what, я не оригинально. Чего я и не понимаю совершенно, и опять, значит, ну, я допишу еще about it, значит, чего я совсем не понимаю в этом всем, значит, опять же, у меня вот, значит, дальше должно быть is. Хорошо, я его ставлю is, и дальше, по идее, мне нужно было бы z поставить, но у меня и так вопрос, почему такое количество чиновников нужно, поэтому я ставлю why, is why, это аналог моего z, здесь было z, здесь будет why. Why, why, so huge number, допустим, такое огромное количество людей, number of officials, officials, такое огромное количество госчиновников, значит, should be, should be employed. Для чего нанимать такую армию людей, значит, ну, можно там еще продолжить написать, if the program started, поскольку там условия, и условия нереальные, хочу обратить ваше внимание, что на самом деле, на самом деле, это все нереальные условия, здесь у нас стоит conditional to, вот оно, и тут if, тут visited, а дальше would need, это явно нереальные условия настоящего времени, то есть этого в реальности пока еще нет, поэтому мне бы следовало здесь, это нереальные условия дописать или договорить, и я должна была бы сказать так, so huge number of officials should be или would be, это уже как мне больше нравится, would be employed, if, допустим, the program started throughout the country, или if, ну, я допишу, if the plan или program, это уже дело такое, program is started, если программу начнут, oh, is started, not is started, if the program started, started throughout the country, вот таким образом, дабы сохранить, не перевирать, не передергивать слова, потому что получается, что как бы уже их нанимают, а на самом деле это не так, вот, дабы быть объективным все-таки, the country, это глупость, но это глупость, которая пока еще не сделана. Ладно, что меня еще здесь заинтересовало, меня заинтересовало, что это будет стоить, это опять же стоило бы, это не факт, что это все будет, значит, это стоило бы десятки миллионов фунтов стерлингов, и это, естественно, более всего, наверное, мне не нравится, и я хочу это показать. Значит, третье у меня будет такое, чего я больше всего, чего мне больше всего не понравилось, значит, я здесь уже, вот, не буду ставить, для разнообразия поставим the thing, та вещь, которая мне не понравилась более всего, the thing I don't, I don't like the most, the most, или most, просто можно было бы и без the, like most, is that, вот мой emphasis здесь, и вот это, is that, и дальше, столько бюджетных денег нужно будет потратить на вот эту всю, всю эту программу. Так, значит, is that, как бы это сказать, так много, is that so much, so much budget money, money, бюджетных денег, budget money, money, так, значит, are supposed, вот я здесь поставлю так, предполагается потратить, are supposed, supposed, to be spent, я здесь еще passive voice поставлю, дабы быть более официальной, to be spent, и далее on the program, на эту программу, и дальше я могу продолжить, я могу здесь поставить точку и ограничиться этим, а если мне хочется продолжить дальше, я могу еще указать какую-нибудь альтернативу, ну, допустим, да, мне не нравится, но, а что делать, если, ну, если меня зададут вопрос, then, what do you propose, тогда что вы предлагаете? И я могла бы так сказать, I don't like, бла-бла-бла, все такое, budget money, we're supposed to spend on the program, instead of funding it from private sources, допустим, вот здесь можно было бы продолжить, instead, вместо того, чтобы финансировать ее из частных каких-то источников, instead of funding, funding it from private sources, это не обязательно делать, это я уже, так, делаю целую, целую, целая речь, получается, целый монолог, но почему бы и нет, это speaking, и здесь чем больше скажешь, тем лучше, значит, вот это, в скобочке, это не обязательно было говорить и писать. Далее, что у меня еще здесь интересного? У меня еще, значит, допустим, я согласна с идеей, но не согласна с методами, это будет вне плана предложения, но я хочу его тоже сказать, кто мне это запретит. Итак, четвертое предложение у меня будет так, я действительно согласна, здесь I do agree, я сделаю попроще, я специально делаю разные методы emphasis, выделение, дабы вы понимали, что есть альтернатива, не хотите the saying what там, или what I don't understand, или еще чего, можно просто вот таким образом что-то сделать, особенно если вы позитивно, что-то позитивное хотите сказать. I do agree, допустим, я согласна, действительно согласна с правительством, I do agree with the government, government, sorry, government, что-то такое получилось, значит, так, я согласна с правительством, наверное, так напишем, government intentions, вот, с намерениями правительства, intentions, intentions, but, but, и дальше я сделаю инверсию еще, дабы еще сделать одно выделение, я согласна с этим, я хочу это подчеркнуть, но я хочу также подчеркнуть, что я не согласна с методами, это тоже надо выделить, как это сделать, but, in no way, допустим, я такую фразу поставлю, in no way, никоим образом, и дальше я делаю инверсию, переставляю слова местами, и если это делается в повествовании, это тоже своего рода фразовое выделение, один из способов, do I consider, вот, я напишу красиво, но никоим образом я не нахожу их методы оправданными, скажем так, что-то вот такое, I consider their ways, не, ways некрасиво, methods, пусть будет methods, пишем официально, пусть будет официально, appropriate, о, красивое, прекрасное слово, appropriate, соответствующие, подходящие, вот таким образом, здесь у меня два выделения в одном предложении, здесь сложное предложение, я могу себе такое позволить, итак, что мы имеем, первое предложение, самый примитивный тип выделения, самый заезженный, самый школярский, what, дальше чего-то там меня заинтересовало, возмутило, и так далее, зацепило, и так далее, is, that, и дальше, что именно, я излагаю, что же именно меня заинтересовало, второе предложение, абсолютно то же самое, третье предложение, почти то же самое, но я вот уже убрала, the thing I don't like most, значит, в принципе, эти предложения могут быть как нейтральными, так и отрицательными, здесь могло бы быть отрицание, здесь могло бы не быть отрицание, это уже дело ваше, в этом смысле это предложение более гибкое, далее, в третьем отрицании, ну, здесь можно было бы и утверждение какое-нибудь сделать, четвертое предложение очень удобное, но оно позитивное изначально, то есть, если вы хотите здесь негатив какой-то поставить, тогда I do disagree, допустим, вам придется выкрутиться при помощи слов, но в любом случае здесь не будет отрицаний классических, вот там, do not, does not и так далее, ну, и здесь я немножечко излишки, такие вот, инверсию и все такое, как способ выделения еще один, вот такое вот вещь, помните всегда, что фразовое выделение и инверсия делают вашу речь более такой официальной, что ли, более серьезной, то есть, да, вы можете такое что-то сказать в повседневном общении, но главное не переборщите, и тогда у вас все будет хорошо, а для, допустим, аргументации какой-то, для написания там статей, эссе и так далее, и так далее, это, как говорится, самое оно, очень подходящее дело, очень удобное, и показывает, что вы действительно владеете материалом. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал.